На проблему оттока квалифицированных кадров из отрасли теплоэнергетики обратили внимание депутаты Сената. Например, в Североказахстанской области текучесть кадров составляет 16%, при допустимой норме в 5%. По словам экспертов, обусловлено это низкими зарплатами в отрасли. В СКО они значительно ниже среднего по стране – 280 тысяч тенге против 380 тысяч. Увеличение зарплат, по словам сенаторов, ограничено действующими нормативно-правовыми актами и тарифной политикой. Так, согласно закону о естественных монополиях, изменение среднемесячной нормативной заработной платы работника предусматривается на основе региональных статистических данных за год. Однако не учитывается тот факт, что в области этим видом деятельности занимается лишь одно предприятие. В ООСЕФ «Казэнерго» в 2023 году при нормативной численности 1155 человек фактически составило 733 человека, то есть всего 63% укомплектовалось. Для решения вышеуказанных вопросов просим рассмотреть возможность реализовать следующие меры. Первое. Инициировать внесение поправок в действующее законодательство о естественных монополиях, в части применения стат данных по республике, в том случае, когда отсутствуют альтернативные данные по среднемесячной заработной плате в регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова